Мы рады победе. Трудной, волевой. Проявили характер. Вроде бы ничего не предмещало в первом тайме. Каких-то ситуаций опасных, волевых не было у наших ворот. Но так бывает. Пропустили быструю атаку соперника по флангу. И, естественно, не доработали. И в предыдущем матче со Славием Мозорской, похоже, идентичный гол мы пропустили и сегодня. Это мне в какой-то степени, как тренеру, надо сейчас. Хорошо, что сейчас пауза. У нас есть две недели. Я, конечно, внимательно посмотрю, из-за чего возникают эти моменты. Вот именно сегодня пропущенный гол. И в прошлом-то матче, понятно, мы полное представление имеем, где мы не доработали. Но сегодня идентичная ситуация. К сожалению, 0-1 при преимуществе нашем территориальном давление оказывали. Прессинг работал. Но мяч не шел в ворота в первом тайме. Хотя были хорошие предпосылки для того, чтобы все-таки забить уже в первом тайме. Я имею в виду с игры. Но, как часто бывает, на выручку всегда стандартное положение в последних матчах к нам приходит. И, слава богу, что мы в этом компоненте сдвинулись в эффективную сторону. И Рай Лопес прекрасно забил гол головой 1-1. Здесь уже в перерыве нужно было коим-какие моменты подкорректировать. Но, признаюсь честно, я много не говорил команде, потому что видел, что хороший запал на игру, хорошее движение. Сергей Политевич, как капитан команды, взял на себя эти функции и попросил ребят, можно сказать так, за тренера. Несколько слов сказал команде. И ребята вышли на второй тайминг. Отработали отлично. Да, трудная победа по счету и по моментам. Было давление. И в нашу сторону были опасные моменты. Но, наверное, по совокупности голевых ситуаций, по совокупности обострений у ворот соперника, мы заслужили ситуацию забить второй гол. И, наверное, если бы Глеб Жардев реализовал момент уже в концовке второго тайма, игра могла бы, скажем так, перейти уже в спокойное русло. И мы могли бы ее уже, как говорится, выдохнуть и довести до логического завершения. Ну, а так, конечно, четыре добавленных, компенсированных минуты. Навал соперник организовал. И, знаете, да, понятно, что была уверенность в том, что ребята справятся, что они сделали. Но всегда в таких ситуациях есть элемент случайности, отскока какого-то. И, слава богу, что здесь мы доработали до конца и заслуженно победили. Огромная благодарность нашим болельщикам Динамовским, которые сегодня были на трибунах. Мы чувствовали их поддержку, хотя и у Арсенала, и барабанщики хорошо их поддерживали. Вот поэтому с этой точки зрения, да, наши болельщики рядом находились. И за нашей тренерской скамейкой, и скамейкой запасных, и мы ощущали их поддержку. И поблагодарили, конечно, после игры и положительные эмоции. Команда подошла, и ребята, болельщики были так позитивно настроены, с горящими глазами. Поэтому поблагодарили друг друга за игру, за хорошо проделанную работу, и идем дальше. Сейчас международная пауза. Можно немножко, два дня отдохнем. Те ребята, которые у нас уезжают в национальную сборную, это Федор Лополухов и Сергей Политевич. Дай бог, все хорошо, со здоровьем. У Сергея вроде как бы нету никаких сотрясений, слава богу, обошлось. Вот, ну и мы уже, те, кто останется в расположении команды, конечно, поработаем еще в этот период. И у нас контрольный матч футбольного клуба Минска 8 числа, если интересует спарринг в конце недели. Футбольный клуб Минск 8 числа, 12.00, запасной стадион нашего. Ваш коллега Челядинский уже объявил. Ну вот, ну если Челядинский, я не читаю, честно, признаюсь. Я еще раз повторяю, что вот такая резюме по матчу. Вопросы? Сергей Волков, бил футбол. Сергей Политевич вышел в старте сегодня впервые за два месяца. Как оцените его кондиционер? Сергей готовился уже. В целом, я так скажу, что не проседал физически. Я не увидел по ходу игры ни одного эпизода, где он бы и с точки зрения скоростных качеств, с точки зрения ведения единоборств, скажем, было видно, что ему ну совсем тяжело. Понятно, что всегда, когда игровой Томас теряется, два месяца не играл, и важно через игру почувствовать этот ритм игры, скорости, единоборства. Вот здесь, в этом плане, я думаю, что эта игра пойдет Сергею на пользу, и он дальше будет уже, дай бог ему здоровья, в строю. Владимир Хачевский сегодня впервые отличался в чемпионате. Придаст ли ему уверенности и можно ли рассчитывать на место в старте в следующий день? У нас любой игрок может рассчитывать на старт. Есть подготовка, есть оценка ситуации с точки зрения тренировочного процесса. Ребята всегда слышат меня. Я говорю, ребят, только критерий один. Это качественная работа на неделе при подготовке к матчу, полностью выполнение как с точки зрения физического аспекта двигательной активности, так и с точки зрения технико-тактических, тех наработок, которые мы работаем. Поэтому каждый имеет право и возможность выйти в стартовом составе. Понятно, что решение за мной остается, как за главным тренером, но ребята знают, и каждый, и Володя не исключение. Я думаю, что забитый гол придаст Володе уверенности. Очень хотелось бы, чтобы это произошло. Признаюсь, что последние дней 10 я часто с Володей разговаривал, и пускай это будет небольшим нашим секретом, как я доносил до Володи мысли, как нужно поработать с точки зрения умственного восприятия, чтобы забить этот долгожданный гол. Дай бог, что это по совокупности. И мой посыл Володе, и Володя сегодня старательно вышел, отработал, чтобы это дальше, скажем так, не было единичным случаем, а чтобы он дальше и дальше стремился забивать голы, как нападающий. Иван Володев писает «Белфутбол». Был ли эмоциональный разговор с ребятами после окончания первого тайма? Нет, я уже сказал, что Сергей Политевич все сказал, как капитан команды, и мне нечего было добавить. Я, по сути, даю ребятам всегда 5 минут, 5 минут выдохнуть после первого тайма, немножко переключить эмоции на умственную работу в перерыве. Затем я уже видел, что спустя 5 минут Сергей взял слово, сказал несколько слов позитивных ребятам, и мне, по большому счету, нечего было добавить. Почему решили сегодня в старте использовать Игоря Школика? Игоря Школика? Да. Ну, потому что он и в прошлом матче участвовал, и выглядел неплохо в Мозоре, поэтому и сегодня заслужил право быть в стартовом составе. Спасибо. Илья Черняк и Вадим Григос в втором матче отсутствовали в заявке. Какова причина? Ну, Илья Черняк не попадает в заявку, и по той же причине, еще раз могу повторить, что требования, игровые требования, которые команде предъявляются, вот все-таки Илья еще пока не до конца выполняет, и в тренировках это видно. Он слышит мой посыл, слышит мои требования, но, к сожалению, туговато идет эта перестройка. Что касается Вадима Пигаса, то он перед матчем со Славей Мозорской за два дня до игры в безобидной ситуации, столкнувшись с партнером по команде, подвернул голеностоп. Поэтому динамика положительная уже с точки зрения улучшения его состояния, но, конечно, рисковать и в Мозоре тем более, и в Мозоре тем более, и сегодня, конечно, не было смысла никакого. Поэтому сейчас пауза как раз-таки вовремя, чтобы подлечить какие-то болячки и уже после паузы сборной, чтобы все были в строю.